Дзюдо Дзюдоисты закончили досрочно Но по-разному Если Александра Михайлина хватило одного удачного движения И он получил ипон То вот Тамерландменов выполнил целую серию бросков И каждая из этих бросков получала какую-либо оценку Кока, Вазари Снова идет вперед Александр Михайлин Пока, в общем, спортсмены, естественно, осторожны Потому что больно залишаться на ошибки А Михайлин уже сильно получил предупреждение за пассивность А вот сейчас пытался он перейти на прием Не получилось Хорошо перешел на прием Михайлин Но как вовремя буквально подпрыгнул на месте отменов Чтобы избежать этого движения ноги Михайлина И в итоге устоял на ногах Не получилось у Михайлина А так со стороны именно тактически более грамотно идет сплав Тутменов Еще одно предупрежденное силу И уже теперь Юка на счету Тутменова Вот таково уже преимущество Тамерландо Тменова Два предупреждения силы, но многовато Снова пытается перейти в атаку Михайлин сделал зацеп ноги соперника Захватил ногу, затем уже пытался перейти на подножку И снова чуть-чуть Михайлину не хватило Вот второй раз мы уже видим такой эпизод Когда вроде совсем немного нужно Михайлину И не получается у него Просто не получается выполнить бросок Ну здесь наверное и не наверное, а точно у Подтменова сказывается Двусторонний захват берет Тменов Какой-то стоит Михайлин Как-то так он временами взрывается Вот сейчас попытался снова на переднюю подножку перейти Не получилось Поднимается Александр Михайлин на ноги Не получился Бросок внимательно, очень внимательно за соперником Тменов наблюдал Продолжает идти схватка именно в таком ключе Какое-то время неторопливо Почти спокойно, а потом резкий взрыв Берет соперника за пояс Александр Михайлин Пытается подтянуть к себе Вот уже посмотрите, какая попытка броска Кменовый сразу атакует Михайлин Очень красивый отрезок Но чем все в итоге заканчивается И сейчас очевидно поднимет Отсюда есть стойку арбитр Хотя Михайлин, очевидно, хотел оценку Хотели бы получить Это довольно красноречивый жест в адрес арбитров Недоволен Михайлин, простите Но в конце концов бороться-то еще довольно долго Берет за пояс соперник Александр Михайлин Продукт на какой-либо бросок Пытается, пытается, но не получается Остается-то бороться уже меньше двух минут Похидный сейчас выделит Михайлин Вот эти минуты и по-прежнему он проигрывает Камерлану Кменову Оценку Юка Еще одно предупреждение за пассивностью Уже в Азаре от Менова Это действительно уже много Три предупреждения Сидо Нужно сейчас Михайлину очень будет постараться Учитывая все-таки, что соперник у него очень сильный Нужно будет постараться, чтобы попробовать выровнять положение Ну вот выполняет захват ноги соперника Михайлин Бросает Менов, он получит оценку, думаю, что Кока Да, так и есть, оценку Кока получает Михайлин Вот не поздновато ли, времен совсем немного остается у Михайлина Для того, чтобы отыграть свое отставание Даже здесь Менов ухитрился вывернуться Именно поэтому Кока самую низкую оценку получил Михайлин Борются оба соперника сейчас в основном за захват По-моему, уже последняя минута схватки сейчас пойдет Берет соперника за пояс Михайлин Да, 55 секунд остается Сейчас темп будет только возрастать Естественно, что Михайлин понимает, как ему необходимо отыгрываться А захват не дает делать сопернику Камерлан Кенов В ноги пытается пройти Михайлин Берет соперника за ногу Опять попытка выполнить подножку Опять не получается Тактически очень грамотно проводит эту встречу Камерлан Кенов Но, собственно, чего тут можно было от него ожидать Таких любо ошибок, учитывая его опыт, вряд ли Борьба лёжа и неудачный Липпом Кенов не очень-то и стремился перевернуть Михайлина Не расслабляться, слышим, команды Наставников у них здесь Остается бороться еще секунд 20 В общем, для Дзюдо это не так мало Учитывая, что малейшее расслабление И может последовать бросок Бросок даже и на япон Но нужно поторопиться Михайлину А вот у Кменова, наоборот, сейчас шанс поймать соперника на контратаке Что он и пытается сделать Но вот это движение, конечно, никакой оценки не получит Соперники уже вышли за пределы ковра Недоволен Александр Михайлин Повезло ему, что закончился татами Начинаю по серьезной оценку от меня получит Кменов За это движение посмотрел на арбитра Борьба продолжится у нас И вот теперь звучит сирена Звучит сирена И Томерлан Кменов одержал победу Очень сложная была схватка Я напомню, что итог всей этой схватки Решили три предупреждения Сида Полученные москвичом Александром Михайлиным за пассивность И в итоге отыграть оценку в Азаре Михайлин уже попросту не успел Хотя один все-таки бросок Который суде оценили в попа Успел сделать Александр Михайлин Но этого оказалось маловато Итак, абсолютным чемпионом Европы Чемпионом Европы В абсолютной весовой категории Становится россиянин Камерлан Кменов Спортсмен из Владикавказа